Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был введен указ об ответных мерах на введение некоторыми странами механизмов потолка цен на российскую нефть. Тем самым он создает необходимую законодательную основу, чтобы российские нефтегазовые компании не принимали участие в системе предельных цен. Российская Федерация исходит из того, что ценообразование не может быть регулируемым и зависит от, во-первых, той цены, которую устанавливает продавец, а, второе, от абсолютно рыночных цен на продукцию, то есть те, кто готовы платить больше, должны платить больше, если они хотят приобрести, и никто препятствовать этому не должен и не может. Потолок цен на российскую нефть можно рассматривать как апогей санкционной политики. Смысл этих действий в том, что начиная с декабря 2022 года Евросоюз перестал принимать российскую нефть, а страны G7 ввели ограничения для нее. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещаются перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю. На трубопроводную нефть запрет не распространяется. Ожидается, что с 5 февраля такие же меры начнут действовать и для нефтепродуктов, но предельная цена в этом случае пока неизвестна. Россия категорически против того, чтобы устанавливался какой-то потолок на нашу продукцию, поскольку только продавец праве определять, за какую цену он готов продавать свой товар, тем более, когда речь идет о таком стратегическом товаре, как нефть. Из указа следует, что запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Исключения на поставку нефти и нефтепродуктов могут быть сделаны на основании специального решения президента. Запад в этих условиях рискует остаться без российской нефти, что приведет, конечно, к энергетическому кризису на Западе. Что касается России, то продавать цену по заниженной себестоимости она, конечно, не будет. И Россия продает свои стратегические товары за ту цену, за которую она считает это выгодным. Запрет на поставки нефти будет действовать 5 месяцев с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов в такие страны определит правительство. Алина Красильникова, Универньюз.